Фабрика предпринимательства Телеканалом Татарстан Новый Век и телеканалом World Business Channel представляют финал первой реалити-шоу проекта по созданию бизнеса «Фабрика предпринимательства». Суть проекта. 10 команд на протяжении 90 дней запускают собственный бизнес под наставничеством опытных предпринимателей и команды экспертов «Фабрики предпринимательства». Команда, заработавшая больше всех денег, получает главный приз — 1 миллион рублей. Заявку на участие подали 859 человек. Я даже не знаю, что ожидать, но, наверное, только лучший рост какой-то, да, что-то новое для себя открыть, развитие получить. Пришел на этот проект, чтобы получить большой опыт и, конечно же, создать свой собственный бизнес, который будет приносить большой доход. Отбор прошли 135 участников, которые создали 27 команд. В финал проекта попали 50 человек. Важным этапом на проекте было определение своих наставников. Он, в принципе, отличный наставник в плане того, что он отлично мотивирует, он отлично психолог. Также у него есть огромная именно техническая база, которая, в принципе, нам очень и очень пригодилась. Фабрика дала мне самых крутых наставников, с которыми также можно в любое время подойти, посоветоваться, пообщаться. Фабрика подпоминается, желая тебе дальше развиваться, также набирать новые обороты. Спасибо тебе за все. На протяжении всего проекта эксперты обучали команду шагам предпринимательской деятельности. Самым трудным из всех заданий мне показалась продажа купонов, так как приходилось заходить к совершенно незнакомым людям и предлагать приобрести эти купоны. Но оно также является очень полезным, так как тут оттачиваешь все свои техники и умения в продаже, особенно в холодном, как по звонкам, так и по личным встречам. Параллельно с обучением предпринимательской деятельности, команды запускали свои собственные бизнес-проекты. Вот мы уже первые на проекте, кто показал реальные деньги. Была тяжелая неделя, мы упорно готовились, много проработали, много сделали. И вот получить эти первые деньги было очень радостно и круто. Однозначно, если уж открыли ООО «Татбурстрой», то однозначно продолжать его нужно. И в перспективы входит и покупка оборудования, и найм сотрудников, и все. Команды в течение 12 недель достигли прекрасных результатов в своих бизнес-проектах и заработали более 8 миллионов рублей. Они сделали это! Фабрика предпринимательства – это проект, который оставил след в жизни каждого участника. Благодаря ему теперь у нас есть свой крутой действующий бизнес. Это сделали мы! Это можете сделать и вы! Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Меня зовут Григорий Важов, я являюсь ведущим реалити-шоу. Сегодня на эту сцену поднимутся 5 лучших команд, которые на протяжении реалити-шоу показали выдающиеся результаты, которые, к слову сказать, удивили не только наставников, но и профессиональных экспертов нашего проекта. Итак, давайте познакомимся с 5 лучшими командами, узнаем о их направлениях в бизнесе, ну и, конечно же, зададим некоторые вопросы, которые касаются их будущего. Итак, уважаемые друзья, начнем знакомство. И первым на эту сцену я приглашаю команду «А». Наставник команды Артем Когданин, соучредитель и директор компании «Лидел». Знакомьтесь, команда «А» и небольшая видеовизитка. Внимание на экран! Всем привет! Это команда «А». Я — Ренар, это Андрей и Арсен. Благодаря фабрике предпринимательства и личной помощи нашего наставника, мы смогли реализовать нашу давнюю мечту — это построить квест нового формата. И нам это удалось. Нас вовремя направляли, когда мы отклонялись от правильного курса, подсказывали и помогали в сложных моментах. У нас очень нестандартный проект для нашего реалити-шоу, но благодаря правильной подаче и позиционированию мы получили прибыль еще до того, как открыли квест. Люди в нас поверили, и мы их не подвели. Время, проведенное на проекте, дало нам очень многое. Вектор нашего мышления поменялся. Теперь мы стараемся думать более глобально. Сейчас мы уже грезим о следующем квесте. Еще более грандиозном, а также планируем развивать сеть под общим брендом ProQuest. Надеюсь, мы будем достойными тех людей, которые делились с нами своими знаниями и временем. Итак, друзья, встречайте команда А. У ребят на проекте была самая долгая история. Они искали инвестора, пошли длинным путем. Были ли опасения, что у вас ничего не получится и не сможете реализовать ваш замечательный проект? Ну, вы знаете, мы думаем так. Предприниматели – это вообще такая категория людей, которые, несмотря на огромное количество потраченного времени, сил и денег, не сворачиваются со своего пути. Здесь, конечно же, есть огромная заслуга фабрики предпринимательства. Помимо обширных знаний о бизнесе, она нам дала также наших наставников. Эти люди на своем собственном примере показывают нам, что нет ничего невозможного и что наш успех зависит только от нас самих. Ринат, дополнишь? Спасибо, Арсен. К тому же на протяжении всего сезона фабрики предпринимательства они оказывали нам огромную помощь. И мы смело можем сказать, что без поддержки нашего наставника Артема Когданина реализация этого проекта на таком высоком уровне была бы просто невозможной. Спасибо, ребята. А почему из всего многообразия направлений бизнеса вы выбрали индустрию развлечений и решили создавать свой собственный квест-проект? Вы знаете, выбор данной ниши обусловлен очевидными причинами, это высокая маржинальность, быстрый срок окупаемости и рост рынка квест-румов. Только в Казани, на тот момент, когда мы начали строительство, в Казани было 25 квестов. Сегодня же, три месяца спустя, их 46. Поэтому мы понимали, что нам нужно кардинально отличаться от тех остальных и сделали первый квест-коммунту в Казани с живыми актерами. Наша следующая цель – это выйти на региональные рынки России и выйти на мировой рынок. Насколько я понимаю, живыми актерами пока являетесь вы, собственно, сами. Давайте поаплодируем ребятам. И вопрос Артему Когданину. Причем Артем является не только наставником, но и выступал инвестором этого проекта. Поэтому, Артем, верите ли вы в успех данного проекта? Все ли задуманное у вас получится? Ну, я, конечно, верю в успех данного проекта. Мало того, благодаря ребятам я, наверное, смог не только научить их верить в себя, но и сам в себя поверил. И благодаря вот этому, я думаю, что у ребят все получится, и им уже не нужно, чтобы в них кто-то верил, на самом деле. Давайте поаплодируем команду А. Одна из лучших команд нашего реалити-шоу. Я благодарю вас. Приглашаю в зал для того, чтобы дождаться оглашения победителя реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». И напомню, что победитель нашего реалити-шоу получит 1 миллион рублей. Итак, продолжим знакомство. Следующая команда 4 плюс 1. Наставник команды Рафаэль Зайнутинов. Руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Привожском федеральном округе и совладелец Камского завода «Металлокровля». Небольшая визитная карточка команды 4 плюс 1. Внимание на экран. Привет! Мы выпускники «Фабрики предпринимательства». Команда 4 плюс 1. Рамина, Егор, Андрей, Никита и Антон. Мы – обычные студенты КФУ, решившиеся изменить свою жизнь и открыть свое дело. Каждый из нас амбициозен и креативен. И у каждого были десятки бизнес-идей. Но на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» наставники открыли нам глаза на наши гениальные идеи. Перебирая разнообразные ниши, мы остановились на последнейшем указании услуг по бурению скважин. Первый же заказ обернулся неприятностью и столкнул нас с суровой реальностью. Не все бригады ведут себя добросовестно. Но раз за разом мы учились на собственных ошибках. И в первой же неделе на реалити-шоу мы выбились в лидеры. Благодаря нашему наставнику мы не остановились и нашли для себя еще одну нишу в бизнесе. Это строительство забора. В настоящее время у нас своя строительная компания ООО «Татбурстрой». На проекте мы поняли, что любой опыт полезен и никогда нельзя опускать руки. Теперь у нас планы и дальше развиваться в этой сфере, осваивая все новые виды деятельности. Это сделали мы, значит, сможете сделать и вы. Ваши аплодисменты команде «4 плюс 1» или уже состоявшаяся небольшая строительная компания «Татбурстрой». Ребят, доброе утро. Здравствуйте. Всем доброе утро. Скажите, какие основные трудности приходилось преодолевать на пути к вашей заветной цели? Ну, знаете, трудностей было много, так как у нас было две ниши. По первой нише скажу – бурение скважин. У нас была проблема в том, что у нас не было буровой установки и не было денег ее приобрести. И также мы не имели в них компетенции в бурении. И только благодаря этой нише мы поняли, что ты можешь сделать бизнес только тогда, когда ты умеешь это делать собственными руками. Именно во второй нише в установке заборов, которую нам посоветовал наш любимый наставник Рафаэль Зайнудинов, именно там мы наняли специалисты и делали все сами от начала и до конца. А в дальнейшем уже, когда мы научились делать, мы стали нанимать бригады и тем самым начали масштабироваться. Ну что ж, молодцы. Прекрасный выбор ниши. Не секрет, что не все команды вот так вот в полном составе докатились у нас до финала. Не все выдержали этой длинной гонки. Что способствовало укреплению команды и, естественно, вы в полном составе дошли благополучно до финала? Ну, знаете, наверное, самое главное, что почему мы дошли до финала все пятером, это то, что до проекта все хотели иметь собственное дело. Но как-то ни у кого ничего не получалось. И нам повезло так, что у нас каждый в команде активен и каждый хочет заработать денег. Ну, не секрет. И существует такая поговорка, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот мы назвали себя 4 плюс 1. Так мы и доплыли пятером до финала. И мы стоим здесь, на этой сцене. Ну что ж, давайте поаплодируем команду 4 плюс 1. И я хочу передать слово вашему наставнику. Я знаю, что Рафаэль вас поддержил на протяжении всего проекта. И поэтому, Рафаэль, небольшое мнение о команде. Я, конечно, небольшое мнение о команде хотел бы потом скажу. Я хотел сначала выразить слова благодарности Руслану Рогалеевичу вам за то, что вы создали возможность для развития предпринимательства не только в рамках университета, а в рамках республики, создания площадки. Во-вторых, хочу сказать слова благодарности Министерству экономики, которое в целом поддерживает этот проект, Казанскому федеральному университету и фабрики предпринимательства за то, что вы создали такую площадку, где каждый студент, каждый молодой человек может себя прийти сюда и попробовать в качестве предпринимателя. Это очень важно, когда человек приходит и стоит, вот пойти мне в предпринимательство или не пойти. Это важный шаг, попробовать себя в этом. И в-третьих, я хочу поблагодарить все команды, всех ребят, которые участвовали. На сегодняшний день за стенами тысячи молодых людей думают только, да, пойти по этому пути или нет. А вы, ребята, это сделали, вы молодцы. Спасибо огромное, команда 4 плюс 1. Рафаэль, огромное вам спасибо. Я приглашаю вас в зал дождаться церемонии награждения и узнать название команды, которая получит наш главный приз. Продолжаем знакомство. Следующая команда «Восходящая пятерка». Наставник команды Айдар Булатов, доктор экономических наук, председатель совета директоров группы компании «Булатов Групп». Небольшая визитная карточка о команде «Восходящая пятерка». Внимание на экран. Мы команда «Восходящая пятерка». Занимаемся строительством дачных домов и бань. Нас в команде 4 человека. Меня зовут Оксана, Артур, Елена и Ильсур. С чего начать наше дело, мы не знали. И спросить было не у кого. Увидев объявление о том, что набирают участников на фабрику предпринимательства, мы поняли, что это наш шанс научиться всем необходимым навыкам у АКУ-бизнеса. Мы прошли отборочный тур и стали участниками фабрики. На задании собрать команду к нам присоединились Мухтов Ильнур и Бусыгина Елена. Так образовалась наша команда «Восходящая пятерка». Мы знали, чем мы хотим заниматься с самого начала, и поэтому мы не колебались в выборе своей деятельности. Из-за непреодолимых обстоятельств мы не попали в основную десятку команд. Начался раскол в команде, где выбыл один из участников – Ильнур. Но наставники дали нам шанс и стали вести дистанционный курс, где мы старались добросовестно выполнять все задания. Наставники нам объяснили, что нам нужно менять нишу со строительного на какой-нибудь другой, так как нет компетенции ни одного из участников. Но мы понимали, что нам ничего не интересно, кроме строительного пути. Наши ниши тяжелые на подъем. В то время, когда другие команды начали показывать результат, мы все еще пытались все поставить на свои места. Прежде чем найти компетентного прораба, наших строек и помощников в общении с клиентами, мы сменили несколько строительных бригад, что тоже было препятствием для получения прибыли. Итак, встречаем команду «Восходящая пятерка». Ребят, здравствуйте. Доброе утро. Немножко вопросов. Из этого ролика было понятно, что не сразу вы попали в число 10 лучших команд. Почему так произошло? Почему не удалось войти в десятку сильнейших? Ну, дело в том, что при отборочных испытаниях, которые были для того, чтобы, ну, условием попасть на фабрику предпринимательства, у нас не открылось видео, к сожалению. Было как невыполненное задание, но мы не опустили руки, пошли на дистанционный курс. Спасибо. Ну, я вижу, что у вас все получилось и достойно выполняли задание. Что вами двигало? Вот получение какого-то опыта предпринимательской деятельности или надежду завоевать главный приз? Ну, что может быть на самом деле ценнее опыта и знаний? Мы пришли за ними, мы их получили. А что в конечном итоге позволило вам ворваться в десятку лучших команд? Я помню, как вы появились, с каким результатом. Вот что было главное? Главное было наше старание. Мы показали хорошие результаты, жюри нас оценило и подняли в основной состав. Ну что ж, друзья, дайте поблагодарим. Лаконичный ответ. Спасибо Оксане, спасибо всей команды «Восходящая пятерка». Я приглашаю вас в зал дождаться результатов, итогов нашего замечательного шоу. Ну что ж, продолжаем. И следующая команда вполне с амбициозным названием, которые доказывали свои отличные работы о том, что они способны на многое. Я приглашаю под ваши аплодисменты команду «Амбицентр». Наставник команды Айдар Исмогилов, основатель сети «Автомоек Мой Дадыр» и совладелец станции шиномонтажа «Пятое колесо». Традиция – небольшая визиточка о команде. Внимание на экран. Привет! Мы выпускники реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Наши команды – Эльмира, Рустам, Лиля, Марат и Ралина. Придя на проект, мы были ребятами с множеством различных идей и компетенций. У каждого из нас раньше был свой бизнес, но мы не смогли их масштабировать. Одну за другой мы начали перебирать свои идеи. Нас кидало из стороны в сторону, от мойки окон до организации свиданий. Но эти идеи не приносили результата. И именно в этот момент наши наставники были с нами. Они объяснили нам, что идея должна нас зажигать, и в этой сфере обязательно должны быть компетенции. И мы занялись косметологией. В этой нише у нас был собственный опыт работы. Это действительно приносило нам радость. А также первые успехи на проекте. Поначалу мы сами занимались оказанием услуг. А сейчас у нас есть штат высококвалифицированных специалистов. Теперь мы планируем организовать передвижной центр эстетической красоты с использованием новых уникальных технологий. На сегодняшний день, благодаря проекту и нашим наставникам, мы открыли свой собственный бизнес. И поняли, что только идея, которая по-настоящему зажигает, может сплотить команду и привести ее к успеху. Команда «Амбитцентр». Ребята, доброе утро. Сразу видно, что занимаетесь красотой. Даже наставник у вас похорошел, занимаясь вместе с вами. Ну что ж, друзья, я знаю, что вы не сразу определились с той самой нишей, которой хотели бы заниматься, а что повлияло на конечный итог. Почему вы выбрали именно это направление, которое принесло вам вполне реальные результаты? Да, действительно, путь к нынешнему бизнесу был непрост. Мы пробовали себя в разных направлениях, но достойных результатов показать не смогли. И тогда, подумав и поговорив с нашим наставником Айдаром Исмогиловым, главным экспертом Айдаром Булатовым, мы решили все-таки попробовать косметологию. И оказывается, совсем не страшно что-то делать, если не получается начинать заново. И вот как раз в косметологии нам получилось показать результаты. Ну что ж, и давайте вот такое небольшое отвлечение. Выручку, которую вы показали за участие в проекте «Фабрика предпринимательства». 1 миллион 900. Давайте поаплодируем. 1 миллион 900 рублей. Это выручка этой замечательной команды. Я знаю, что каждый из вас в отдельности занимался разными бизнесами. А что повлияло на решение прийти и поучаствовать в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства»? Да, у каждого были попытки создания своего собственного бизнеса по отдельности. Это и хендмейт-услуги, и магазин автомобильных шин, и оздоровительные центры. И еще и еще несколько направлений. Но те или иные причины оказались негативное воздействие свое. И вот мы здесь, и у каждого была своя мотивация прийти сюда. Но только «Фабрика предпринимательства» нас объединила, таких всех разных, в одну команду. И мы идем к цели, и добились результата. Ну что ж, я поздравляю, что вы в числе лучших. Я попрошу передать микрофон вашему наставнику. Айдар Исмагилов, ваше мнение о проекте и о вашей замечательной команде. Всем добрый день. У меня вот есть такая мысль, хочу поделиться с этим прекрасным залом. Когда-то в 1960 году была какая-то великолепная идея что-то создать. И люди думали, как развеселить всех. Тогда родился КВН и сегодня захватил, я думаю, не одну страну. И вот буквально два года назад идея Айдара Булатова, по которой он поделился со многими из нас, создать фабрику предпринимательства, создать возможность быть, а не ждать, я считаю, может захватить не только нашу республику, но и дальше. Поэтому всем, кто хочет попробовать свои силы, я бы рекомендовал пробовать, а не ждать. Желаю всем удачи. Спасибо огромное, команда «Апицентр» Айдар Исмагилов. Благодарим вас за выступление и приглашаем в зал дождаться торжественной церемонии награждения. Ну а сейчас на сцену я приглашаю команду, которая и закроет нашу великолепную пятерку. Команд, которые показали выдающиеся результаты. Команда «Ол и Нолл». Наставник команды Артур Николаев, заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Пока выходит команда на сцену, мы смотрим видео-визитку. Внимание на экран. Мы команда «Ол и Нолл». В нашей команде Алина, Элина и Эльмир. Мы так яро хотели стать предпринимателями, постарались попасть на проект, старались попасть на проект и попали. Мы, собственно, обрабатываем фотографии, снимаем, обрабатываем, распечатываем. Мы так желали стать бизнесменами, что стали браться за сферы, в которых не имели компетенции, а просто считали их очень перспективными. Спасибо нашим наставникам, что направлены наши хаотичные мысли в правильное русло. И мы смогли достичь нашей мечты. Если это дело по-настоящему твое, то в нем нетрудно прогрессировать и быстро расти. Что мы и сделали. И теперь мы, благодаря фабрике предпринимательства и нашим наставникам, открыли уже две точки моментальных фотографий в памятных местах Казани. И продолжаем расти каждый день. Команда «Ол и Нолл» на сцене. Ребят, здравствуйте. Отмотаем немножко назад, к самому началу реалити-шоу. Я помню, что вы разрабатывали идею междугородних перевозок. Вполне перспективная ниша в бизнесе. Почему решили от этой идеи отказаться? На самом деле, я думаю, это наш предыдущий неудачный опыт. Ниша междугородних пассажирских перевозок оказалась низкомаржинальной без наличия собственного автомобиля. А главным в выборе ниши стали наши компетенции фотографии и совет от главного наставника и эксперта Айдара Нафисовича Булатова. Давайте поаплодируем команде «Ол и Нолл», потому что в течение реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» на протяжении восьми недель ребята показывали стабильный результат, равный выручка – ноль рублей, чистая прибыль – ноль рублей. И время от времени, мне кажется, у вас опускались руки. Была ли идея все бросить и перестать заниматься предпринимательской деятельностью? Такой мысли не было. Решение стать предпринимателем было твердым, и пути отхода себе просто не оставляли. Как вы сказали, в восемь недель мы не получали никакой прибыли. Сначала просто не осели ниши междугородних перевозок, потом ложно определили спрос в детских электромобилях. И вот тогда-то как раз пришли к сфере моментальных фотографий, где прорвавшись через собственную некомпетентность в бизнесе, начали зарабатывать. И все это благодаря той атмосфере, что царит на фабрике предпринимательства, ее наставникам и экспертам. Спасибо огромное. И один вопрос. Какая выручка на команду All in All вот к сегодняшнему дню, к финалу? За проект 1 миллион 980 тысяч. Давайте поаплодируем, друзья. Поэтому все реально. Я попрошу вас остаться на сцене. И сейчас под аплодисменты я хочу пригласить 11 команд, которые были участниками реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» вместе со своими наставниками. На сцену приглашаю команду А. Наставник Артем Когданин, соучредитель и директор компании LIDEL. Команда Ambit Center. Наставник Айдар Исмагилов, основатель сети автомоек Мойдадыры, совладелец станции шиномонтажа «Пятое колесо». Команда Shark, наставник Артем Захаров, основатель компании «Франчайзинг-5» и президент мастер-группы сообщества «Бизнес-молодость» в Казани. Команда 4+, наставник Рафаэль Зайнудинов, руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Приворском федеральном округе и совладелец Камского завода «Металлокровля». Команда Five Energy, наставник команды Марат Богудинов, совладелец сети «Вок энд Гоу». Команда «Коллектив начинающих предпринимателей», наставник Сергей Шубин, совладелец компании «Автолига». Команда «Носорок», наставник команды Лариса Парфенова, заместитель руководителя Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Команда «Золотая Орда», наставник Андрей Курамшин, совладелец веб-студии рефакты правового центра «Гудэксперт». Команда «Рестконсул», наставник Альбина Ибрагимова, владелец компании «Айстур». И команда «Восходящая пятерка», наставник Айдар Булатов, доктор экономических наук, председатель совета директоров группы компаний «Булатов Групп». Аплодисменты всем 11 командам! Ну что ж, сейчас я хочу предоставить слово идейному вдохновителю проекта «Фабрика предпринимательства», доктора экономических наук, председателю совета директоров группы компаний «Булатов Групп» Айдару Нафисовичу Булатову. Добрый день, уважаемый Рустам Нургалеевич, уважаемые гости, уважаемые участники реалити-шоу. Вот и подошло к завершению наш финал реалити-шоу, и вы услышали истории команд. Все эти истории объединяет одно – ни у кого из участников не было стартового капитала, не было связей, не было опыта предпринимательской деятельности и опыта ведения бухгалтерского учета. И многие из них долгое время работали по найму, и когда рождались, не были предпринимателями. Но это не помешало им создать свой бизнес. Упорство, труд и вера в свои силы, плюс помощь наставников, позволило им сегодня стоять на этой сцене. Отдельно хотела отметить наставников. За это время к нам присоединились десятки ведущих предпринимателей Республики Татарстан и Российской Федерации. Многие из них присутствуют и на сцене, и в зале. Давайте им поаплодируем. А для награждения я хотел пригласить на сцену министра экономики Республики Татарстан, Сдунова Артема Алексеевича, ректора Казанского федерального университета Ишата Равкадовича Кафурова, и генерального директора телекомпании «Новый век» Аминова Ишата Юнусовича. Артем Алексеевич, благодаря поддержке Министерства экономики это реалити-шоу возникло, и благодаря телеканалу «Новый век» и телеканалу «Ворд Бизнес Ченнел» миллионы телезрителей по всей стране увидели это реалити и опыт нашей команды. Сейчас уже есть сотни заявок на следующий этап, и это говорит о том, что благодаря этому проекту сотни молодых людей приняли решение стать предпринимателем. Вам слово. Дорогие друзья, я всех поздравляю, что мы дошли до финала, первого финала нашего реалити-шоу. Действительно, это важный для нас проект. Уважаемый Рустам Галевич, я от имени дружной семьи «Фабрика предпринимательства» сердечно благодарю, говорю огромное спасибо за то, что у нас в республике создана такая атмосфера веры в себя человека, как в стратегии 2030 четко указано, «Татарстан – это территория возможностей» для людей, кто изучает рабочие профессии, для людей труда, для предпринимателей, кто отвечает не только за себя, но и за те рабочие места, которые он создал. Успехов всем вам. Спасибо. Спасибо, Артем Алексеевич. Ищат Равкач, хотел выразить вам благодарность за поддержку нашего проекта. Ему уже более года, и это уже не ребенок, а действующий элемент экономики, и благодаря Казанскому федеральному университету этот проект появился на свет. Вам слово. Спасибо. Артем Алексеевич, уважаемые друзья, участники и гости нашего мероприятия всегда задают вопрос, а для чего это нужно университету? Перед нами всегда стоят достаточно большие амбициозные задачи, мы динамично развиваемся во всех областях, но когда ты завершаешь учебу в университете, всегда стоит вопрос, а куда ты пойдешь работать? И наши руководители, президент нашей республики, президент страны поставили задачу создания большого количества высокотехнологических рабочих мест. И мы задались вопросом, а кто их для нас будет создавать? И приняли решение, что основы предпринимательства будут читаться у нас как обязательный курс, независимо от предметной области, которую ты для себя выбрал. И физикам, и химикам, и математикам, и, конечно же, экономистам. И вот год назад мы встретились с Адаром Нафисовичем, и он говорит, а знаете, вот я тоже работаю у вас в университете, преподаю. И вы знаете, ведь преподаватели не всегда могут давать основы предпринимательского искусства, и молодежь не всегда это воспринимает. Тогда возникла вот идея совместного проекта, который назвали «Фабрика предпринимательств». Дальше все это начало раскручиваться. Я помню, вот первый раз здесь огромное количество людей выступали, состоявшиеся бизнесмены, и представители компании «Таиф», и «Барышев» здесь был, другие предприниматели, которые уже состоялись, имеют огромный оборот. И вот с этой идеей движение пошло. И сегодня я очень рад присутствовать на подведении итогов, когда, я думаю, будут награды, когда эту идею поддержала и ТНВ-групп, поддержала руководство Министерства экономики нашей республики. И оно совершенно преобразило данный проект. Дай Бог, чтобы он не завершился подведением сегодняшних итогов. Программа, она остается, но сегодня подводятся только небольшие результаты первого реальти-шоу. Спасибо всем, кто принимал участие, спасибо наставникам. Пусть так и будет. Спасибо. Спасибо, Ильишат Равкадыч, за поддержку и за теплые слова. Ильишат Винутович, благодаря освещению на телеканале «Новый век», миллионы телезрителей не только в России, нам звонили даже из-за рубежа, видели опыт наших участников. Вам спасибо и вам слово. Спасибо большое. На самом деле, очень важно, чтобы идеи предпринимательства проникали в массы, потому что, вот мы общались с коллегами, всего 3% молодых людей сегодня, по данным статистики, хотят стать предпринимателями. Это очень мало. Надо, чтобы было 80-90% молодых людей должны быть предприимчивыми и стремиться что-то сделать в этой жизни. С точки зрения телевидения, я вам сказать, мы начинали очень трудно, вы знаете, мы вместе с вами росли, и нам есть куда расти. Поэтому я думаю, что следующий сезон «Фабрики предпринимательства», я надеюсь, он будет, будет еще более динамичным, красивым, привлекательным, и, самое главное, полезным для молодых людей, которые хотят в жизни чего-то добиться. Спасибо вам. Спасибо, Александр Иванович. Спасибо. Ну что ж, друзья, я попрошу вынести на сцену конверт, в котором название команды «Победитель». Артем Алексеевич, мы просим вас открыть конверт и огласить итоги результатов первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Дорогие друзья, в этом процессе побеждаем мы все, а в этом конкурсе первым победила «Восходящая пятерка». Победителем первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» становится команда «Восходящая пятерка». Артем Алексеевич вручает заветный кубок «Фабрики предпринимательства». Аплодисменты победителям. Красивая, достойная победа. Браво! Для вручения команде победителей обещанной и заслуженной награды в один миллион рублей мы приглашаем на сцену исполнительного директора «Фабрики предпринимательства» Альбину Газизулину. Большой красивый чек. Ну что ж, ваши аплодисменты. Вот они, герои сегодняшнего дня. Они в реальности доказали, что лозунг через стерни и к звездам действует. Они прошли большой путь и достигли цели. Ура! Их не сломила неудача на первом этапе состязания. Бурные и продолжительные аплодисменты. Команда «Восходящая пятерка» победитель реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Наше реалити-шоу реализуется благодаря поддержке Рустама Нургалевича Мениханова по программе развития предпринимательства Министерства экономики. А сейчас, учитывая важность проекта для всей Республики Татарстан, разрешите пригласить на сцену временно исполняющего обязанности президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Мениханова. Добрый день, дорогие друзья! Очень такое правильное мероприятие, очень успешное, удачное. Я хочу сказать, что предпринимательство это очень сложный процесс, и, конечно же, как любой профессии надо иметь определенные навыки, и вот то, что мы сегодня попытались сделать, это вот то, что необходимо. Мы, когда начали говорить о малом-среднем бизнесе, думали, что у нас не хватает денег. Этот момент, он очень важен. Когда появилась возможность по финансам, мы начали понимать, мы начали понимать, что у нас не хватает инфраструктуры, нужны индустриальные площадки, технопарки, IT-парки. Это тоже появилось. Но, оказывается, это не все. Самое главное – люди. Надо формировать людей. У людей должны быть некие навыки для ведения предпринимательства. И вот такая фабрика. Много о ней говорили, но в той степени, как сегодня все это произошло, это вот большая работа, слаженная работа университета, министерства экономики, ну и, самое главное, наших наставников, бизнесменов, предпринимателей, которые активно были вовлечены в этот процесс. Я считаю, что это очень правильно. И этот процесс будет и дальше продолжен. Я думаю, здесь находятся руководители других наших вузов, не только Казанский университет. Все наши вузы должны обратить внимание и дать те навыки, которые необходимы для нашему подрастающему поколению. И вообще я считаю, что навыки предпринимательства надо формировать уже со школой. Поэтому мы должны продумать, как вот эти, как бы, ваши подходы транслировать на наши школьные, чтобы школьники тоже имели такую же возможность. Я очень благодарен организаторам, я очень благодарен вот тем группам, которые участвовали, и все те, которые будут в будущем принимать участие в этой фабрике. Вообще, то, что вы получили этот навык, это не значит, что вы будете все предприниматели. Кто-то будет чиновник, кто-то будет ученый, но навыки, которые вы получили за это время, они всегда вам пригодятся в вашей жизни, потому что это вот такие вещи, которые, наверное, просто можно по жизни как-то пройти это, получить самообразование. Но лучше всего, если есть у тебя наставник, и очень правильно, что вы работали в группах. Если есть команда, это тоже опыт работы в команде, это очень важный опыт. Поэтому я целиком, полностью поддерживаю эту идею. Я считаю, что даже, вот мне ректор говорит, многие хотят стать чиновниками. Чиновникам, чтобы стать, надо быть хорошим специалистом. Хороший чиновник, если вы хотите карьерного роста, вы должны пройти все вот эти элементы, вы должны разбираться и в бизнесе, и в государственном устройстве, иметь навыки в экономике, и в юридические направленности. Потому что, вот, когда ты предприниматель, вот все эти элементы тебе надо понимать, и в будущем надо использовать. Я считаю, что вот этот совет вы должны принять, потому что я тоже работал и в предпринимательстве, работал и на государственной службе. В жизни все это очень важно. Поэтому я обращаюсь к нашему молодому поколению. Вы наше будущее, и те навыки, которые мы заложим, они будут полезны для вас. Я еще раз поздравляю всех нас с успешной фабрикой, и говорю, что мы эту работу будем продолжать. Бигзур, Ахмад, спасибо. Спасибо огромное. Рустам Нургалич, окажите честь всем участникам проекта «Фабрики предпринимательства» в коллективное фото вместе с вами. Мы также благодарим всех идеологов и организаторов «Фабрики предпринимательства». Мы верим, что у проекта есть большое будущее. Талантливые, умные, креативные, образованные участники следующих реалити-шоу впишут в книгу истории проекта свои блестящие результаты. Но это не самое главное. Самое важное то, что экономика нашей республики, нашего Татарстана, повышает свой деловой и бизнес-потенциал вместе с проектом «Фабрика предпринимательства». Рустам Нургалич, спасибо огромное. Благодарим вас за участие в церемонии награждения. Спасибо. Три, четыре. Это сделали мы. Это можете сделать и вы. Мы благодарим всех участников проекта за участие, а всех зрителей и болельщиков за поддержку. Желаем всем командам успехов в их нынешних и будущих бизнесах. Ну а на этом наше мероприятие закончено. Мы не говорим до свидания. Мы говорим до новых встреч. Спасибо. Всем спасибо, друзья. Всем наставникам спасибо. Спасибо за этот шикарный проект. Он уже вошел в историю. И новые и новые лица в нем будут появляться. Но вы всегда останетесь первыми участниками первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.